Всем привет! После создания складной версии модели Hisatsu, которая, кстати, оказалась очень удачным тактическим складным ножом, на мой взгляд, фирма CR-KT решили в очередной раз порадовать всех любителей и поклонников этого интересного дизайна созданием вот такой мини-версии. Все-таки старший брат получился таким массивным и увесистым ножом, который далеко не каждый смог бы позволить себе носить ежедневно на кармане в качестве EDC. И несмотря на то, что фирма CR-KT позиционирует вот этот небольшой нож как тактический складной нож, лично я склонен его рассматривать больше в роли EDC, хотя ни в коем случае не исключаю его какие-то достоинства в плане ножа для самообороны. Просто я в нем вижу два очень больших лично для меня недостатка, которые не позволяют мне записать этот нож в хороший нож для самообороны. Первое – это скользкая рукоять. И вторая вещь – это не самое удобное открывание этого ножа. То есть вот этот вот диск для открывания находится очень близко к накладкам и приходится так вот подбираться сюда пальцем. В какой-то стрессовой ситуации это будет очень сложно. Естественно, из-за асиста этот нож не встряхивается, поэтому нажатие пальцем – это единственный способ открывания. В старшей модели это сделано немножко удобнее. Из-за того, что здесь сделана такая очень хорошая выемка на рукояти и палец, он просто проваливается сюда. Все очень удобно. Здесь же просто нет места на то, чтобы выбрать рукоять настолько, и здесь очень мало места. Хоть здесь и выбрана накладка, но места мало, и подобраться пальцем немножко сложно. Можно очень легко соскочить. Но опять же, это ни в коем случае не говорит, что это какой-то плохой нож или неудачный. Просто, на мой взгляд, его применение не совсем совпадает с тем, как его позиционирует сама фирма. Ну, давайте посмотрим на этого красавчика. Вес, длина в открытом состоянии 18 сантиметров и 1 миллиметр. Для сравнения возьмем более популярный нож, крысу. Можете увидеть, что ножик совсем небольшой. Для своих небольших габаритов этот нож имеет довольно внушительный вес в 105 грамм. Но фирма CRKT утверждает, что каждый узел этого ножа максимально усилен. И это очень прочный нож. Поэтому, в принципе, можно понять, откуда взялся этот вес. Рукоять выполнена из материала G10. Полированный G10. Очень сильно напомнил мне Benchmade Torrent. Хотя, могу сказать, что на этом ноже он как-то больше полирован. Очень скользкий, на самом деле. Очень интересный момент. Вот эти вот иероглифы, которые вырезаны на накладке. Только с одной стороны, правда. Они придают особый характер этому ножу. Кроме того, что сразу видно, что это какой-то необычный, 100% не европейский дизайн. Если даже люди точно не могут сказать, что это японский. Но они 100% скажут, что это не Европа. Плюс вот эти вот иероглифы добавляют особого характера этому ножу. Окладки обработаны очень хорошо. Можно видеть, что никаких заусенцев. Всё очень чётко. В принципе, этот нож практически новый. Клипса имеет очень хороший дизайн. Дизайн, который перекликается со старшим братом. Но что здесь сделано очень хорошо, это то, что это клипса с глубокой посадкой. Можно видеть, то есть этот нож практически исчезает в кармане. Сама клипса очень удобная, эластичная. Ну, в плане клипсы мне абсолютно нечего сказать. Она мне очень понравилась. И она переставляется на обе стороны для ношения острием вверх. И отдельный момент, который мне понравился. Обратите внимание, здесь вот это место, куда переставляется клипса. Здесь поставлена такая заглушка. И это не нарушает целостности вот этой вот накладки. Это очень важный момент. Я уверен, если бы здесь была такая впадина, было бы очень некрасиво. Немножко даже напомнило мне мой хиндерер. Эргономика рукояти. В принципе, неплохая, но дизайн очень-очень простой. Совсем небольшая подпальцевая выемка. Видите, то есть, ну, для моей ладони, то есть, этот ножичек, то есть, ну, я как бы реально могу сказать, что я его держу, наверное, тремя пальцами. Вот если схватить, мизинец все-таки уже не попадает. Можно так в натяжку схватиться всеми пальцами, но тогда пальцы окажутся очень близко здесь вот к режущей кромке. И я бы так не делал. То есть, больше бы вот указательнее положить именно подпальцевую выемку и схватить так нормально. Рукояточка немного угловатая такая. Можно видеть здесь вот торец. Такой довольно острый. Поэтому при какой-то тяжелой работе, мне кажется, будет немножко наминать. Но из-за размеров этого ножа я просто не вижу какое-то использование в каких-то тяжелых работах. Для сравнения, если кто-то сомневается, на старшей модели все было очень скруглено, и рукоять была намного толще. Ну, она намного более удобная. Здесь же, естественно, очень много было сделано каких-то компромиссов. Обратный хват. Кстати, вот обратный, наверное, все-таки даже лучше, чем обычный. Очень удобный. В принципе, из-за такой вот простоты рукояти этот нож можно брать практически любыми хватами. Если вы делаете какую-то необычную работу, то как его ни возьми, он будет примерно одинаково удобен. И это мне очень нравится. Конструкция здесь практически открытая. Здесь небольшой, но очень увесистый металлический спейсер на торце. И он нужен для того, чтобы держать вот эту вот пружину фирмы CR-KT вообще. То есть, их система полуавтоматического открывания, она простая до невозможности. Здесь стоит вот такой вот металлический стержень, который просто толкает клинок. Вот видите. Этот стержень закручен здесь. И изнутри тоже можно видеть винтик, который держит его. Лайнеры здесь не высверлены. Но опять же, это возвращает нас к тому, что это мощный тактический нож. Осевой винт. Мне трудно определить его реальные размеры. То есть, шляпа довольно такая большая. Но реальные размеры и прочность винта я сказать не могу. Замочек здесь лайнер лок. Видите, заскакивает. В принципе, он находится в первой половине пятой клинка. Еще довольно приличное место для выработки. Что интересно, фирма CR-KT назвали сталь, из которой изготавливаются вот эти лайнеры. И это сталь 2CR-13. Очень интересно было это услышать. То есть, обычно это какая-то 420-я или вообще неизвестная нержавейка. Здесь 2CR-13. Теперь давайте посмотрим на клиночек. Клиночек формы Tanto. Такое что-то среднее между японским и американским. Но все-таки ближе к японскому. Небольшой уголочек здесь есть. Но это, конечно, такой традиционный японский дизайн. Длина клинка 7 сантиметров и 9 миллиметров. Длина эффективной режущей кромки 7.6. Толщина по обуху у нас чуть больше, чем 3 миллиметра. 3.05. Мне всегда нравится, когда производители берут такой вот запас, чтобы точно гарантировать заявленную толщину клинка. Для такого малыша, естественно, получается очень массивный клинок. Здесь вот на обухе просто края вот так вот сточены. Поэтому как-то не улавливается его реальная толщина. Но когда смотришь вот сюда, ближе к осевому винту, вот здесь вот за диском ничего не сточено. Видно, насколько толстый этот клинок. Спуски примерно от середины. Мне на глаз так показалось, что сведение относительно толстое. Но когда я замерил, оказалось, что сведен нож в 0.6 миллиметра, что, в принципе, абсолютно нормально для такой высоты спуска, для такого толстого клинка. Нормальное резательное сведение. И все это мы прекрасно видели в моем тесте по разделке курицы. Нож прекрасно отработал. Вот это место, оно шикарно работает, чтобы что-нибудь вспарывать. Сталь на клинке АУС-8. В принципе, неплохо себя зарекомендовала. Ничего не поржавела. Очень хорошо себя ведет. Может быть, вот тут вот под диском можно увидеть небольшие точечки ржавчины. Да, вот это вот единственное место, где появилось пару точек питинга. Еще один интересный момент, связанный с этим ножом, это то, что на официальном сайте CRKT название этой модели написано как «Хей Хо». На самом клинке написано «Вильямс Хисатсу-2». Джеймс Вильямс – это дизайнер этого ножа, ветеран американского спецназа, который серьезно занимается ножами и боевыми единоборствами. Так вот, на самом клинке написано «Хисатсу-2». На сайте значится как «Хей Хо». Ну, не знаю, что правильно. Мне лично больше нравится название «Хисатсу-2». На этом ноже присутствует система «ЛАУКС». Не автоматическая, правда. То есть, тут вот такая педалька, при нажатии на которую под лайнер заходит такая ступенечка, и все, его нельзя сдвинуть с места. Очень полезная вещь при каких-то тяжелых работах, когда нужно приложить конкретное усилие на нож, и нету возможности постоянно контролировать состояние замка. Мало ли там что-то случилось с лайнером, или пальцем отогнул, или еще что-то. Конечно же, вот эта вещь дает намного больше уверенности в складном ноже. И теперь, чтобы так подвести итог, я могу сказать, что, конечно, нож довольно мощно сделан. Невысверленные лайнеры полные, толстый клиночек, шикарный, злой кончик. Кончик – это что-то нереальное просто. То есть, все, чего он касается, он просто моментально это пробивает. Очень злой тоненький кончик. То есть, этот нож прекрасно работает на укол, на пробивание чего-либо. Поэтому, как какой-то нож последнего шанса, конечно, в принципе, будет неплохо. Воткнул кому-нибудь в ногу там и побежал. Ну, как нож, на который ты должен постоянно рассчитывать в плане самообороны, конечно, мне немножко сложно в это поверить. Из-за его такого, ну, относительно, я бы даже не сказал, медленного открывания, но немножко проблемного. Ну, то есть, для меня нож для самообороны должен открываться просто всеми возможными способами. То есть, вообще, оптимально – это встряхивание. Малейшее встряхивание должно открывать нож. Здесь нас ограничили одним-единственным способом, который, в принципе, неплох, в экстремальной ситуации. Я бы предпочел намного больше выбора. Вот. Поэтому, кстати, цена на этот нож относительно небольшая. Он стоит 40 долларов. Это без учета пересылки. Цена в интернете. И, ну, в принципе, мне кажется, он может составить достойную конкуренцию очень многим популярным небольшим EDC-ножам. То есть, он явно не конкурирует в плане крысы и в сегменте крысы и тенейшеса. Просто он не подходит по размерам. Но если собрать небольшие ножи, которые мы знаем для EDC, то этот малыш может стать очень хорошим конкурентом из-за того, что он имеет очень экзотический дизайн. как сказал один из ютуберов в комментах под тестом на курицу, что это металлическое сжало. Так вот, реально этот клинок он выглядит как конкретное сжало. Очень злое такое сжало. И сделан он очень аккуратно. Хорошие материалы. То есть, это не такой утилитарный пластик, как на старшей модели. Это классный обработанный G10. И этот нож он не имеет каких-то острых углов. И поэтому даже в сложенном виде и очень приятно держать в руке. Просто когда сидишь на каком-нибудь совещании или не знаю, идешь куда-то думаешь о чем-то. Очень приятно повертеть этот нож в руках. Естественно, с любыми EDC задачами он справится на ура. Прекрасно режет, держит хорошо заточку. Аус 8 от Серки меня очень порадовало. Поэтому если вам нужен небольшой EDC нож с характером, то вот этот вот Hisatsu 2 это нож для вас. Все. Спасибо за просмотр. Пока. Bye-bye.